Друзья, всем привет! Сейчас я переехал на наш объект, на котором мы делаем контур утепления каркаса. Вот замечательный дом, который позади меня находится. Этот дом мы вам уже показывали. На нем мы делали композитную черепицу, делали утепление внутри каркаса, делали утепление мансардной крыши, монтировали пароизоляционную пленку. Сейчас мы делаем подготовку под фасад. Сейчас у нас идет контур утепления. Снаружи хочу вам показать. Дальше будет идти монтаж диффузионной мембраны, обрешетки, и фасад будет сделан из лиственницы. Интересный такой фасад. Там будет вертикальная и горизонтальная лиственница. Потом вам в дальнейшем будем показывать. Сейчас подготовительную работу хочу вам показать. Давайте камеру перевернем. Вот такой вот у нас каркас. Вот такой вот каркас получается. Видите, большие окна здесь. Сверху, снизу. Наша задача сейчас сделать контур утепления, перекрыть какие-то косяки. Сам по себе каркас достаточно сложный. Много всяких каких-то треугольничков. Видите? Сейчас вот ребята доводят это дело до ума. Где-то вот, как здесь вот они подконопачивают. После того, как полностью сейчас все вот эти вот косяки перекроют, нашивается вот такая вот горизонтальная обрешетка. Брусок 50 на 50. И добавляется еще 5 сантиметров утепления. Брусок доводится до самого окна. Вот как видите здесь. Срезается лишняя монтажная пена, чтобы удобно было довести. Утепылитель будет заходить вот сюда вот, к самому окну. И приклеиваются диффузионные мембраны. Здесь вот они тоже уже нашивают. Там обратите внимание, где окна. Сейчас мы экспериментируем, какой вариант лучше. Вот думаем, как нам вот этот небольшой участок лучше утеплить. Будем закрывать полностью монтажную пену, перекрывать. И также закрывать все диффузионные мембраны, для того, чтобы создать воздухоизоляционный контур. То есть максимально, чтобы было герметично. Здесь вот они еще не разобрали. Вот эта вот часть, это называется котельная. Тут вот, видите, сверху уже они начали делать контур утепления. Какие-то сложные места, где очень, ну, как бы непонятно, как конопатить. Они вот запенили. Дальше обрежут, обрежут эту монтажную пену. Опять же делаем контур утепления. Заводим утеплитель. Полностью перекрываем. Доводим утеплитель до верхней, до верхней утеплителя, которая у нас идет на кровле. Вот вертикальные бруски. Сюда будут вставляться вот такие вот кусочки. Вот и закрывается вот такая диффузионная мембрана. Хочу вам еще сверху показать один участок. Так вот отсюда видно хорошо. Видите? Сверху там вот идет утеплитель. Соответственно, когда мы будем делать контур утепления, вот этот утеплитель кровельный будет соединяться с фасадным утеплителем и диффузионной мембраной, которая упадет, она будет обрезаться как бы вот по этим стропилам и приклеивается к той диффузионной мембране, которая идет на крыше. Очень много всяких заморочек здесь. С этой стороны у нас с этой стороны у нас вот такая вот диффузионная мембрана. Это специальная диффузионная мембрана от компании Delta. Называется она Delta Facade. Для того, чтобы... Ну, такие пленки используются для того, чтобы можно было использовать какой-то фасад с зазором, потому что ультрафиолет обычную пленку его там грубо сожрет. И чтобы конструкция была долговечной, используют специализированные пленки, которые очень высокая стойкость к ультрафиолету. Как я вам говорил, видите, диффузионная мембрана, она заводится по стропилам, да, вот так вот огибается, и потом специальной лентой будет проклеиваться вот эти вот все сложные места. То же самое это будет сделано снизу, будет приклеиваться клеем к бетону. Все стыки будут обязательно проклеиваться. Проклеиваться будут черной лентой, на которую не будет маркировки никакой. Ну и обратите внимание тоже, сама вся пленка, она идет без маркировки, потому что когда есть зазоры, чтобы не было видно никаких надписей, чтобы это было как-то, ну, более-менее красиво смотрелось, используются вот такие специализированные пленки, на которых нет никакой надписи, информации, чтобы она не бросалась в глаза. Вот дальше вот это все будет разбираться, будет делаться контур утепления и монтироваться уже непосредственно планки. Хочу еще зайти в дом. Вот так вот у нас внутри сделана паразлельционная пленка, здесь у нас везде идет дельта рефлекс, все, все стыки у нас проклеены, паразлельционную пленку заводим на раму окна, потом здесь отделка будет перекрываться. Все откосные части мы утепляли древесным утеплителем Билтермо. Вот такой вот утеплитель у нас, толщиной 2,5 см. Вот в наличии был Билтермо у нас шип-паз, шип-паз мы срезали и все откосные части мы дополнительно утепляли. И для того, чтобы у нас это место было воздухоизоляционным, проклеивали это все лентой. Как вы видите, много сложных мест, много вот этой вот черной ленты здесь. Чем сложнее конструкция, как говорят умные люди, тем дороже она обходится заказчику. Он еще не до идеала доведен. Какие-то вещи мы будем доводить до ума, когда будем делать утепление межэтажного перекрытия. Вот, например, видите, сложное место, сдвоенная часть, и вот эта вот щель, которая образуется между двумя досками, вот здесь вот мы будем делать засверливание 8-10 мм сверлом и заполнять его специальным герметиком. Или вот такие вот части. Вот, как-то это нужно будет доводить до ума. Этот дом... Дайте камеру переверну. На этом доме будем делать испытание аэродверью, в лоу-дор тест, проверять герметичность конструкции, ну, какие-то, возможно, косяки будут проявляться здесь. Мы их быстренько исправим и надеемся на то, что в целом у нас будет очень крутая герметичная конструкция и с точки зрения наружной пленки, фасадной, и с точки зрения пароизоляционной пленки, потому что очень важно сделать герметичную конструкцию. Но в то же время нужно не забывать про качественную вентиляцию, про качественный воздухообмен. За это у нас будет отвечать здесь вот принудительная система вентиляции. Сейчас, когда мы сделаем снаружи утепление, будем устанавливать приточные клапана. Они у нас будут установлены в таких помещениях, как детский кабинет, спальные гостиные, и забор воздуха у нас будет с помощью... Сейчас я вам покажу. Так, давайте камеру опять перевернем. с помощью вот таких вот овальных воздуховодов. Видите, например, у нас здесь вот это помещение, эти гардеробные, отсюда будет забираться воздух. Обратите внимание, электрики, когда пришли, сделали здесь вот разводку по стене, они прикручивали саморезы через флексбан, через специальную ленту, для того, чтобы вот это место было герметично. Важно, когда будут делать отделку, чтобы учитывали этот фактор, и чтобы всю пароизоляционную пленку не продырявили, нужно обязательно, чтобы закручивали саморезы через какие-то элементы, специальные. Вот наверху у нас эта синяя лента-уплотнитель шаубант, вот она герметично обжимает, а здесь вот из каких-то кусочков вот из этой ленты черный флексбан, да, они использовали вот эту ленту, для того, чтобы здесь было все герметично. Вот такой вот небольшой видеоролик. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всем пока, мирного неба над головой, не болеете, берегите себя.